В Северском историко-краеведческом музее прошел семинар для мастеров декоративно-прикладного искусства и преподавателей детских школ искусств. Мероприятие объединило всех, кто не мыслит в жизни безнародных промыслов. Северский район богат на мастеров керамики, вышивки, росписи и резки по дереву и других ремесел. Для развития ДПИ как предпринимательской деятельности представителям народных промыслов на безвозмездной основе предоставляются торговые места. Работу многих умельцев участвуют в районных и краевых выставках-ярмарках. На встрече особое внимание уделили вопросу преемственности. Сегодня найдется немного молодых людей, владеющих декоративно-прикладным искусством. Чтобы ремесла сохранились для будущих поколений, мастерам ДПИ необходимо уделять большое внимание поиску учеников. К сожалению, время быстротечно, и мы не вечные. И бывает такое, что уходит из жизни, переходит, так сказать, в мир иной мастер декоративно-прикладного творчества. Но если он передал свое искусство кому-то, то, наверное, его душа будет покоиться с миром, потому что он будет понимать, что он сохранил промысл. Промыслы всегда давали человеку возможность пережить самые тяжелые времена. Всех участников семинара ожидала увлекательная лекция об истории кубанского рушника от этнографа, автора книг по истории и культуре Кубани Валентины Киселевой. Рушники – это ритуальный предмет, сакральный. Ну, достаточно сказать, что на свадьбах в старину использовалось от 10 до 60 рушников, и у них были свои назначения. Мастера ДПИ узнали о символике каждого вида рушников, научились понимать сюжеты, лежащие в основе каждого тканого произведения, различать рушник праздничный от свадебного и хлебосольного. Откуда же идет название рушник? Когда спрашиваешь детей, дети говорят, то руки вытирают рушник, ручник, нет рушник. Это слово рушить. Что оно обозначает? В старорусском языке это означает оторвать, ну, не отрезали, отрывали, никогда не резали рушники, не отрезали рушники. А вот то, чем можно было вытирать руки, их так и называли – утиральники, ручники, утирка, ширинка, ветошник. То есть это то, что отбраковывалось. Завершилась встреча мастер-классом по созданию кубанского рушника. Мастер Виктория Трубчининова поделилась с коллегами секретами создания полотенца из домотканного холста. Мы живем в гостях у лета. Под таким названием в станице Дербинской прошел третий этап районного смотра конкурса клубных учреждений по организации летнего досуга детей и подростков, организованной Управлением культуры. На суд жюри свои игровые программы представили команды из Азовского, Ильского и Черноморского поселений. В гостях у лета каждый ребенок смог проявить эрудицию, ловкость и быстроту. Веселые конкурсы не оставили никого равнодушным. Все команды подошли творчески к созданию программ. Зональный этап районного конкурса проводится во всех отдаленных населенных пунктах района и помогают детям с пользой провести свой досуг. Редактор субтитров А.Семкин Банковский код Мошенники присылают владельцу карты сообщение о том, что карта заблокирована и просят обратиться за поддержкой по телефону. Сообщник, отвечающий на этот звонок, просит сообщить номер карты и пин-код для решения проблемы. Получив указанные реквизиты, злоумышленники похищают деньги. Никогда и никому не сообщайте реквизиты вашей карты. Выигрыш Жулик звонит жертве под видом радиоведущего. Он поздравляет абонента с крупным выигрышем и просит за что-то заплатить. Радиостанции никогда не проводят выигрышных акций со звонками случайно выбранным абонентом. СМС попрошайничество. Абонент получает на мобильный телефон странное сообщение. У меня проблемы. Положи на этот номер 900 рублей. Сам не звони. Свяжусь с тобой позже. Никогда не кладите денег в ответ на просьбы, поступающие с незнакомых номеров. Помни, при употреблении синтетических видов наркотиков поражаются клетки головного мозга и центральной нервной системы. Человек становится игрушкой в руках наркоторговца. Не пробуй. Привыкание к синтетическим наркотикам происходит с первого раза. Не разменивайте купюры незнакомым лицам. Если вам пытаются сбыть поддельную купюру и вы это заметили, постарайтесь запомнить приметы злоумышленника и обратитесь в полицию. Санкции, предусмотренные статьей 186 Уголовного кодекса Российской Федерации «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет». Санкции, предусмотренные статьи 186 Уголовного кодекса Российской Федерации Дети, это счастье? Счастья много не бывает. Астрономы НАСА обнаружили три новые экзопланеты. Они находятся относительно недалеко от Солнечной системы в 73-х световых годах. Кроме того, они входят в список самых мелких планет среди всех открытых ранее. Одна из них твердотельная, немного крупнее Земли. Две других – газовые, по размеру примерно в два раза больше нашей планеты. Температура на самой дальней от своей звезды колеблется в допустимых пределах для существования жизни. Однако атмосфера на ней слишком плотная для землян. Учёные назвали её недостающим звеном для Солнечной системы. Она нечто среднее между планетами внутренней области – Меркурием, Венерой, Землей и Марсом – и газовыми гигантами внешней области – Сатурном, Юпитером, Ураном и Нептуном. Находку сделали с помощью космического телескопа ТЭС, который предназначен для открытия экзопланет транзитным методом. Его разработал Массачусетский технологический институт. Запустили ТЭС в апреле прошлого года. Он исследует ближайшие и самые яркие звёзды и ищет на них тёмные пятна, то есть планеты, которые проходят на их фоне. ТЭС – это миссия по поиску планет, на которую мы уже всерьёз мечтаем полететь. В ходе исследований учёные надеются обнаружить тысячи экзопланет. Затем некоторые из них будут изучать детальнее с помощью более мощных телескопов. Редактор субтитров А.Сёмкин